Добрый вечер, дорогие друзья, телезрители! Программа «Вечерний разговор» как всегда в эфире. Мы живем в стране, где законы пишутся для тех, кто их издает. Но они считают, если мы их издаем, значит мы их не соблюдаем. Потому что мы их издаем. Как вам? Сегодня у нас в гостях адвокат известный, уважаемый Анна Урсаки. Добрый вечер, Анна. Добрый вечер. Добрый вечер. Начало у меня было чуть-чуть закрученное, но думаю, что оно закручено настолько, насколько есть действительность. Да вы сказали правду. Коротко ясно. Так оно и есть. Наблюдая за телодвижением в течение двух месяцев последних, это, значит, выступление на площади, гражданской платформы, да. Затем беспартийный протест чисто масс господина Усатого и Додона. Мы живем в каком-то нереальном правовом пространстве, где воры называются в тот момент, когда выгодно ворами. Или когда нужно достичь какую-то цель. Я считаю, что узурпация власти. Определенными лицами, не обязательно первыми лицами государства. Вот ваше мнение, как раз в начале программы, о том, что я сейчас сказал. Вы знаете, я, конечно, рискую наскучить телезрителю, если буду сейчас давать по кодексу-дефиницию узурпации власти. Конечно, это немножечко не то, что мы понимаем, но если каждый из нас, вот в каждом из нас уже протест против захвата нашего государства, власти против субституции, так скажем, подминания под себя государственных институтов, полностью юстиции, прокуратуры, правоохранительных органов, то, конечно, узурпация. И делают это, если не первые люди, то те, которые этими первыми самыми людьми руководят. И поэтому то, что творится на площади, несмотря на то, что гражданская платформа, да, имеет гораздо больше сторонников, выходят сотни тысяч людей к Усатому и к Дадону, выходят людей меньше. Но я, кстати, в искренность этих людей не сомневаюсь ни капельки. Это действительно гражданские протесты, это действительно буря в людях. Уточню, людей, которые ведут за собой людей, и людей, которые идут, которые лидеры. Я говорю сейчас о людях, которые там стоят, о людях в целом. Потому что, знаете, мне на мою долю пришлась такая роль, я, в общем-то, с ней согласна. И теперь я не только в нее вжилась, а поняла, что, ну, наверное, в этом я найду свое кредо. Я вот своеобразный миротворец, да, и объединитель вот этих самых противоборствующих лагерей. Потому что каждый раз, когда у нас у всех, у людей, одни и те же чаяния, одни и те же желания и одни и те же требования к власти. Только оказалось так, что нас разделяет улица Банулецкого-Бадони. И на одной стороне Банулецкого-Бадони... Заметь, митрополита. Митрополита, да. На одной стороне находятся люди, которые почему-то решили, что нужно обвинить тех, которые, допустим, с правой стороны Банулецкого-Бадони, а те, конечно, в ответ вылили на них ушат грязи. И в это время те самые узурпаторы, давайте все-таки мы их условно назовем узурпаторами, уходя немножечко от чисто юридических терминов. А иначе говоря, Плохотнюк, Гимпу, Лупу, Филат, еще до... Перечисляйте, 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 всех перечисляйте. Ну, пояс в ладошки, потому что говорят, вот ты посмотри, они вышли, это массы, они нас могут задавить, хлеба мы им дать не можем. А зрелище они себя дали сами, понимаете, они взяли и передрались между собой. Так вот, я вам хочу сказать, что здравое зерно разума сеют те, которые не нашли себя не то что в одном или в другом протесте, а которые протестуют давно и против именно вот этих наглецов у власти. Я протестовала, как вам сказать, нашла себя и шла рядом с людьми, начиная от Серджио Макану, заканчивая Григорием Петренко, если вы можете понять, да? Ну, у вас, могу, конечно, понять, вы сейчас как бы показали, что вы разнополюсную. Абсолютно разнополюсную. Чисто по политическим взглядам, разнополюсную. Но вы как миротворец, я понял, да? Я миротворец. Вы сами считаете. Я миротворец, я себя так назвала. Вас можно считать независимым адвокатом, вы знаете. Хотя априори адвокат независим. Ну, вы знаете, конечно, моя изначальная профессия и адвокатское призвание, конечно же, помогает очень часто выходить из неловких ситуаций, в которые пытаются поставить меня противники. Потому что, ну, были ряд спекуляций, что, дескать, ты посмотри, вот человек выходит каждый раз, когда выгодно, когда нужно кричать, когда нужно обвинить бедного несчастного Плохотнюка, допустим, да? Есть, у него даже защитники есть. Например, например. Ну, видите, Филата сейчас уже обвинил Центр по борьбе с коррупцией, поэтому... Да не, обвинил его соучастник. Давайте правильно говорить, потому что если брать чисто юридическую составляющую... Ну, нет, если обвинил соучастник, то давайте так скажем, сдал подельник. Это можно вот употреблять? Нет. Вы знаете, здесь разнополюсное, опять же говорю, если воспринимать с точки зрения юриспруденции, Явка Повина, во-первых, не отменяет приговора суда. Будем говорить так. Не-не, сдал подельник, я имею в виду Плохотнюка, стоп. Не-не-не, а вот это... Я сейчас за Филата говорю. За Филата. Хорошо, давайте разберем эту ситуацию. А мы же беседуем же с вами. Если бы мы сейчас говорили о наших политических взглядах, это совсем другое было. Я же говорю, человек обвиняет в пассивной коррупции. 250 миллионов. Окей, самая труднодоказуемая. Да. Пассивная коррупция. Если появятся документы, связанные с тем или иным. Но я, опять же, десятую программу говорю. Почему упускают один маленький факт? Это перечисление 25-го, 26-го ноября, 13 миллиардов, затем помощи 6 миллиардов, которые с таким же успехом пропали. Да, заметьте, девушка, 29 лет, бицешор, целый полковник, который незаконно перепрыгнул через несколько званий в ней, через... Ступенина. Это звание. А там нельзя. Досрочно там за какие-то величайшие заслуги перед государством. Так не об этом. Молчат. Вы понимаете, молчат. И вот тут, как вы говорили, да, и, будем говорить так, палачный городок Патрия, палачный городок Социалистов и Великого национального собрания. Цель одна, вы сказали, народ уже не может, ну не может, счета, вокруг налоги, безъезд, взятки. Они приходят всем, нам с вами, тем, так скажем, полярным, ну экстраполярным людям на площади, тем, которые не бастуют, им тоже приходят. Тоже. Критиканам, интриганам, фейсбуковским активистам, счета приходят всем. А счет нам выставляют всегда. Народу. Народу. А я себя причитляю к народу, потому что у меня нет ни этих дворцов, которые необъяснимо, за какие деньги строятся, а потом говорят, что бабушка деньги оставила, я возвращаюсь в Советский Союз, думаю, слушайте, незаконные валютные операции от 15 к расстрелу. Ну, кстати говоря, о бабушке я вас перебью, просто вы про Бицышу рассказали, я думаю, когда же я вклинюсь. Видимо, на той улице, вот, какая-то аура, там рождаются вообще очень быстро, можно вот, если ты попал в Центр по борьбе с коррупцией или в прокуратуру антикоррупции, очень можно быстро перепрыгнуть через звание. Господин Кетрару в 35 лет получил генерала. По мне, это еще более возмутительный и вопиющий факт, нежели наличие полковника у госпожи или у Бицышу на 29 лет. Вам, практикующему адвокату, как практикующему адвокату, скажите, пожалуйста, вот я слушал, сейчас Кетрару говорил, там, если мне скажут, я как человек военный, он сказал. Да вы что? Серьезно? Судя по его году, рождением в армии не служил. Так не говорю, военный. Специальное звание, да, специальное звание не считается воинским. Ну ладно, вот вы говорили сейчас как раз за тот район, за ту ауру. Да, в том районе, видимо, очень много бабушек, либо свекрови, потому что Кетрару нам как-то объяснил, когда вопрос по нему поднимался даже в этом самом центре по, как оно называется, господи, интегритате. Я тоже запуталась, потому не могу перевести на русский сейчас. Все начальники, а вы говорите по-молдавски. Чентру национал де интегритате, как он называется? Это интегритате, это... Вот видите, даже вы не можете перевести. Не, интегритате енцелек. Енцелек. Да, но он целечит шаре де фачку Кетрару интегритате. Да че фача? Ну, в общем, он там сказал, что большой дом, несколько очень дорогих автомобилей и прочие блага от цивилизации остались его от тещи. Это про бабушек, просто вы сказали, богатые бабушки, да? Ну, я слышал, когда он говорил на пресс-клубе, который делали, а я там присутствовал, записал. Привычка есть. Записал, он сказал, что эта жена очень хорошо зарабатывает и работает очень много в компании. Ну, в таком случае, вот мы с вами уже установили две... Мы ничего не установили. Нет, я просто помню интервью. Ну, вы знаете, суд когда-то будет. Я абсолютно уверена, что никому из них не избежать суда. Просьба к вам, как к юристу, практикующему адвокату. Скажите, когда будет независимый, появится суд. Появится независимый. Самое интересное, что я принадлежу к просто отчаянным, неисправимым оптимистам, несмотря на вот тяжелые времена, в которые мы живем, и несмотря на то, что в этой профессии я уже 16-й год. Я не сказал, молодой. Спасибо. Генерала я не получила, полковника тоже. Все впереди. Знаете, что я хочу сказать? Я имею честь быть знакомой с многими нормальными судьями. Хорошими, обычными людьми. И за них еще больше обидно, потому что сейчас просто название суди, имя суди, измазали в самой большой грязи. Оно стало нарицательное и отрицательное. Почему это происходит? Из-за таких, как Палилунч, из-за таких, как Друци, из-за таких, как... Ой, можно тут перечислять, и Хмельничук, допустим. Значит, все-таки больше, больше все-таки... Их гораздо больше. Нехороших. Или хороших? Нет, нехороших, к сожалению, больше. А самое главное, ну, известная такая народная поговорка гласит, да, что если 5 килограммов варенья добавят 2 килограмма, ну, чего-нибудь несвежего, то получится 7 килограммов... Иначе, конечно, ну, понятно, несвежего. Понимаете? Получится 7 килограммов вот этого нехорошего. Никогда, даже если у тебя есть 5 чего-то хорошего, одна ложечка плохого испортит все хорошее. Так вот, это действительно пример про нашу юстицию. Потому что одна-две ложечки выливаются в судебные решения по райдерским захватам. Одна-две ложечки выливаются... Как раз поэтому я хочу не только райдерский захват. Не только... Просто... Грабят страну. Расплечение бюджета. Грабят страну. Для начала, я смотрел... Посадка неугодных в тюрьму. Ой, ой, это вообще... Политических конкурентов. И самое страшное, рождение, ну, рождение, конечно, с кавычка в кавычках, политических заключенных. Я хочу обязательно вам рассказать. Да, вы знаете, давно их не было. Давайте мы это в другой части. Я вот как раз ориентируюсь... Это очень плохо для Молдов. На ваших делах, на вашем деле, который меня очень заинтересовался. Я полностью поддерживаю вас, когда я увидел дело, которое и он ходырки, и с сысками. Я вот обратил внимание, вы как раз дали интервью. Аэропорт, да? Да. Вы знаете, мало очень документов в открытом доступе по аэропорту. Но из того, что я увидел, получилось так, что это БЕМ-1. Потому что БЕМ получился чуть-чуть позже. Да. Я посмотрел, что выигрыш конкурса и дача в концессию аэропорта на 49 лет подразумевала инвестиции серьезных валютных вложений в развитие десятки миллионов долларов. Вижу картину другую. Используя доходность, я сейчас не говорю прибыль, потому что это облагается налогом, вот как сегодня они сказали, 79 миллионов. Объясню. Они деньги начали, которые были доходные самого аэропорта, как бы расширяясь, но не инвестируя средства извне. Слушайте, все надбавки на билет, который мы покупаем, аэропортовые сборы, мы платим лично шоуру. Лично шоуру мы отдаем эти аэропортовые сборы. Я вам честно говорю, я перестала летать Ермолдовы. Ну, во-первых... Машут крылья самолета. Машут крылья самолета, и я... Страшно. Ну, я бесстрашный человек. А вы скажите, страшно все равно, ну как, заведомо идти и самолет, который... Нет, я бесстрашный, но я не глупый человек. Я не полезу туда, в этот самолет, просто-напросто. Поэтому я лечу из Румынии, я лечу с Украины, я лечу откуда угодно. Или там выбираю, не знаю, другой способ уехать. Машину, поезд. В случае, если мне нужно уезжать в командировку за границей... Вот с аэропортом. Давайте чуть-чуть раскроем раму. Все очень просто. Давайте начнем с того, как случилась эта концессия. Значит, на телезритию должно быть понятно, что концессия – это сдача своеобразную аренду на очень долгий срок. И за это время, значит, тот, кто получил это в аренду, улучшает этот самый объект, пользуясь его фруктами, ну, то есть дивидендами из этих улучшений. Однако, как бы подразумевая... И инвестируя средства в развитие. Да, и подразумевая, что он оставит суперразвитый объект, который взял еще, ну, так скажем, зародыши. Так вот, на самом деле, это только в, так скажем, в определении так есть. И в развитых странах так происходит. У нас, конечно, дела обстояли совершенно по-другому. Просто это... близились выборы. Это же было до 30 ноября 2014 года, это был еще 2013 год. Они прекрасно понимали, что все очень шатко, все очень зыбко. Очень хотелось правящему альянсу, а тогда Шор был приближенный и к Плохотнюку, и к Филату, иметь просто под рукой или даже в кармане стратегический объект. Вы ведь не будете спорить, что аэропорт, тем более международный аэропорт, это является стратегическим объектом государства, в любом из государств. Тендер, который проходил, то есть аукцион, да, другими словами, или конкурс, чтобы нас еще лучше поняли телезрители, ну, это было просто посмешищем, потому что достаточно сказать, что в этом конкурсе участвовали такие аэропорты, как Лондонский хитроу. Или Япония, как страна. Для меня Япония как показатель такой. Понимаете, то есть, я, наверное, после слова Япония, можно ставить точку, да, и все. Что бы здесь было, если бы вдруг в конце всего выиграли бы японцы. Наверное, сильно уже тут мечтать и не нужно. Да и дальше мечтать бы просто не приходилось. И знаете, вот с такими конкурентами, а, кстати говоря, был еще французский, Франция делала хорошее предложение. И вот с такими конкурентами, в частности, с хитрою из Японии, выигрывает Хабаровский аэропорт. Ну, понимаете, это вызывает... Кто был в Хабаровске, товарищи, друзья? Это вызывает просто, ну, саркастическую улыбку, но было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Потому что дальше больше. Хабаровский аэропорт, он выигрывает не сам, а выигрывает как часть фирмы, которая называется Авиаинвест. То есть этот самый Хабаровский аэропорт является один из ее учредителей. И что вы думаете? После подписания, значит, первый раз, когда за этот тендер принимается решение, голосуется правительство, вспомните, пожалуйста, в то время оно было нелегитимным. Я помню. Значит, оно было нелегитимным, и уже общеизвестное решение Конституционного суда это дело подтвердило. Нравится нам то решение, не нравится. И существуют определенные знаки вопроса и там, но тем не менее есть решение Конституционного суда, и правительство было нелегитимным. Так вот, нелегитимное правительство проголосовало за проведение тендер, в котором Хабаровский аэропорт, как часть какой-то никому неизвестной фирмы Авиаинвест, выигрывает перед хитрыми японцами. Занавес. Затем дела происходят еще страшнее. Значит, они, видимо, поняв, что, ой, мама дорогая, что же мы наделали, мы же нелегитимные, когда уже правительство стало легитимным, быстренько передоговорились, что ли, переутвердили. Могли утвердить те решения, которые были признаны нелегитимными. Они утвердили эти решения, и они утвердили, конечно, незаконные действия. И вот так родился иск тех... Вы могли бы еще и сказать, Авиаинвест – фирма, которая не имеет опыта работы. Подождите, действительно, вы мне напомнили, но я хотела рассказать уже, что мы узнали про Авиаинвест со временем. Вот интересно. Забегая вперед, скажу вам, что сегодня в составе Авиаинвест больше Хабаровского аэропорта нет. Это временное привлечение. Для отвлечения денежных средств на собственные нужды. Совершенно верно. То есть, если еще пару лет назад какой-нибудь наш, грубо говоря, оппонент в нашем с вами споре... А у нас спора нет, заметьте, вот именно по этому вопросу. В нашем с вами разговоре появился бы оппонент, это бы стало спором. И если бы он сказал, вы не правы, неважно, что там хитро предлагал, Хабаровск в данном случае включил в себя все необходимые параметры, все было законно, простите, пожалуйста, то, что он слабее и там, допустим, принадлежит стране, которая не имеет такого экономического разбития, как Япония и Великобритания, это ничего не значит. Он как бы представлял из себя законную часть. Окей, тогда это еще был аргумент, сегодня это уже не аргумент. У Хабаровского аэропорта просто нету. И сегодня наш аэропорт в концессии для улучшения у фирмы Авиаинвест, которая имеет какой-то вид деятельности, какие-то там офшоры, ну я уже, позвольте мне так поиздеваться, торгуют булочками. На самом деле это, конечно, не так. Вы знаете, булочки тоже неплохо, но торгуют ветром, вы знаете, в основном. Или торгуют ветром. А хотя ветер и самолеты, ну видите, сейчас они еще объяснение найдут. Вы знаете, объяснение насчет этого, я все-таки, когда я начал говорить, хочу чуть-чуть уточнить. Там была одна из статьй договоров, это инвестиции, внешние инвестиции. Внешние инвестиции под собой, вы же знаете. Да. А предусматривают деньги извне, капиталовложения. Потом, когда инфраструктура будет изменена, уже пользуются доходностью и распределять в виде дивидендов. Но в данном случае ни одной копейки сюда не вложено. Вся доходность, которая была и оставалась с самого аэропорта, направляется, хорошо, на изменение инфраструктуры, но при этом подрядчики очень интересные. Ну, это дело будущего, как вы сказали, да? Посмотрим, будем ждать. Будем ждать. Я очень надеюсь на то, что наша инвестиция потихонечку пробуждается, потому что это... Нет, я рад, что вы сейчас сказали, пробуждается. Пробуждается, да. Ну, у Фемиды и так один глаз завязан, а тут она у нас легла спать таким мертвым сном. Вот потихонечку, потихонечку Фемида, как в том анекдоте, левый глаз, на третий день немного открылся. Я повторюсь, вы знаете прекрасно, справедливость и закон. Справедливость и закона и пробуждение Фемиды в данной стране ожидаемо в ближайшие 30 лет. Изменение всей структуры или системы юстиции, на которой, помните, как говорит, мы еще не освоили все средства, которые нам поставили на реформу. Реформа должна быть одна, и вы с этим будете согласны. Когда у нас соревновательный процесс будет между обвинением и защитой, соревновательных процессов я еще ни одного в Молдове не видел за свою бытность, а я во многих присутствовал, смотрел, назначаются у нас. Вы знаете, я не сторонник Филата, я не сторонник Шора, я сторонник законности. Почему мы душой отдыхаем в тех странах, где закон соблюдается? Вот мы выехали в Румынию, и спокойно чувствуешь себя защищенным. Выходя у нас на улицу, не дай бог, нарвешься на нанашку какого-то полицейского комиссара, который в пьяном виде хулигает здесь на улице, пойдешь в тюрьму ты. И здесь вот этот порочный круг разорвать должны вы, юристы, в первую очередь. И такие юристы, как вы, которые борются. И я посмотрел, что вы заведомо проигрышные при этой системе дела беретесь. Вы же это знаете, у вас должны опуститься руки. За то, что вы перечисляли от Макана, от конфликтов с Воронином, от конфликтов, я говорю, коммунистами, до конфликтов с существующей властью, которую не могу назвать ни социальной, ни коммунистической, ни капиталистической. Нет, это бандитская власть, это очень просто все. Это просто бандиты. И вот здесь поделитесь, пожалуйста, перед нашими телезрителями, как вы, женщина, с виду хрупкая, умудряетесь бороться? Бороться. Я видел, как с вами разговаривают с хамством, с грубостью, с насилием. Это я вспоминаю палаточный городок около дома Плохотнюка. Вот поделитесь, пожалуйста, здесь женщины тоже вас хотят услышать? Ну, вы знаете, это, видимо, призвание. Я очень люблю свою работу. Хотя, признаюсь, что свою лицензию я хотела сжечь уже десятки раз просто-напросто. Понимаете? И то, что вы говорите, пропускаются руки, случается и у меня, к сожалению. Я не хотела бы разочаровать телезрителей или, может быть, даже тех людей, которые именно в меня верят. Бывает такое, что просто опускаются руки. Но у меня врожденное чувство справедливости. И самое интересное, что мне удалось. Видимо, ну, не знаю, вот так вот звезды были на небе в тот день, очень хорошо расположены по отношению ко мне и к тому, что я делаю. Мне удалось пробить несколько таких дел, которые не пробиваются. И дальше я пошла. Я человек, который работаю в уголовном праве в основном. Да, я веду гражданские дела. Вот аэропорт – это гражданское дело. Но они такие гражданские, вот большие дела. А в основном я, у меня специализация уголовное право. Я работаю с людьми виновными, невиновными, но так или иначе находящимися по воле или по неволе на той стороне закона, приступившими закон. И для того, чтобы этим людям помочь, потому что и тем людям нужно помогать, я должна очень хорошо понимать их психологию. И я, благодаря вот этим своим навыкам, очень хорошо понимаю вот этих гаденышей, которые сегодня у власти. Они действуют просто по той психологии, по которой действуют элементарные, ну, простите, гопники. Я не хочу никого сейчас обидеть, но это так. Я не хочу обидеть гопников, я сравнила их с… Я понял. А вы знаете, а что здесь такого? Посмотрите сегодня, что в парламенте происходило, и наложите на разборки. На разборки. Да, абсолютно верно. На разборки и все. Абсолютно верно. И вот… По уголовному праву. Применяя, ну, так скажем, определенные тактики уголовного мира, уголовного права, мне удается им противоборствовать. Потому что понятие «прав не прав», оно будет всегда, во все времена. И понятие, что за свои слова и за свои действия человек должен нести ответ. И очень часто этот ответ должен случиться вот прямо завтра, ему должно быть… И прямо здесь. И прямо здесь, да. И поэтому мне удавалось. Мне удавалось, я доказала всей стране, что Плохотнюк сдает своих близких. Потому что я, наверное, один из немногих юристов, развенчавший этот миф. Что, видите ли, ох, он приближенных никогда не сдает. Он их никогда не бросит. И те, кто на него работают, а тем паче совершают во имя его, так скажем, империи преступления, останутся безнаказами. А вот нет. А вы знаете, вот здесь я могу уступить с вами спор, хотя у нас сейчас будет рекламная пауза. Ну, вот мы и поспорим с вами. И мы поспорим, потому что кроме Плохотнюка, спрут имеет большие шутки. О, конечно же, конечно же. Я просто этот пример дала для того, он самый емкий и содержательный. Вот как раз емкий и содержательный, мы оставим вторую часть после рекламы. Рекламная пауза. Через минуту мы продолжим интересную беседу. Закончилась рекламная пауза, и мы продолжаем нашу интереснейшую беседу. И впервые мы беседуем простым языком с юристом, с адвокатом, которого знают все в республике, начиная со времен защиты Сержиумакану, когда он вошел в конфликт с властью. У нас в гостях все-таки Анна Урсаки. Очень красивое имя и красивая фамилия. Анна, вот я сказал перед рекламой, что мы поспорим. Вы назвали Плохотнюка, это исчадие ада, и так далее, и так далее. И вот все-таки, я чуть-чуть раньше начал плавать, чем вы получили практику, рядом, и смотря на политиков со стороны, думаю, бог ты мой, вот Плохотнюк говорит, никого не сдает, вот ваши слова сказаны. Назовите мне, Воронин не сдает? Да вы что, конечно, сдает. Извините. Всех можно перечислить? Ну, дела-то нет смысла перечислить, и там уже все понятно. Нет, ну пока, подождите, без решения суда, вы знаете, мы ничего не ясно. Подождите. Не, ну, его притомцы... Пока что он в камере, с хорошими условиями, будет бороться за свою свободу, вы же знаете прекрасно об этом, пока он в партии. Вы знаете, кстати, можно вот небольшое отступление от нашего спрута, мы вернемся к нему. Что я хочу сказать, я уже выражала-то свое мнение, но хочется повторить про Филата. Да, действительно, он, как и любой другой человек, должен пользоваться презумпцией невиновности. То есть его вина, конечно же, не доказана, поэтому мы не можем говорить, Филат виноват. Однако презумпция невиновности, она должна идти, ну, рука об руку, я так уже говорила, с тем, что считается, на моделках он звучит Бенуяло Резонабило. А на русском языке это просто достаточность оснований полагать что. Вот я бы так сказала. И эти параметры, они идут вместе, потому что просто так не зайдут сегодня люди в масках, вас не заберут. А вы знаете? Понимаете, а его забрали. А вы так считаете? Кроме его презумпции, 50% есть оснований полагать что. Мы не можем рассуждать о презумпции виновности только по одной причине. Следуя тем документам, представленным в открытую, которые почему-то была утечка с генеральным прокурором, вы не слышали там, возбудили уголовное дело по представлению в открытом доступе показаний господина Шора? Я думала, что должны возбудить. Я, кстати говоря, помню такой же прецедент, был повик. Я хотел сказать, я знаю, кто тогда слил. Я хотите, назову вам имя. А он понес ответственность? Он? Нет, понес. Тогда зачем его называть? Вы знаете, что слив, который произошел из генеральной прокуратуры на второй день после задержания... Тогда это был обычный прокуроришка, а теперь он добрался до завестителя. Знаете, и смотрите. Показания, да? Да. И вот один из моментов, чисто юридических, который меня просто, ну, рассмешил. Это насчет кредитных карточек, которые передали детям. Знаете, как получается? Шор стоит и говорит, я говорю правду, вот спросите моего начальника службы безопасности. А филированное полностью лицо Шору. Вы знаете, когда подготавливает госпожа Бессишор, да, к сливу документы, ну, проследи хотя бы, зачеркните. Знаете, как в советское время? Зачеркнули, зачеркнули, зачеркнули. Вот это меня пугает. Почему? Потому что беззаконие, беззаконие, оно же не жизнится на том, что с Филатом так поступили, а жизнится на том, как они поступают на сегодняшний день с каждым. Слушайте, вы сказали, что мы будем спорить, а я все время с вами согласна. Вы меня просто... Нет, вот я почему. Вы же со мной согласны. Да, я с вами согласна. Но споры есть. Я даже дополню. Политические деятели создали из своих партий чисто СРЛ. Это все говорят, все знают. И это касается всех лидеров партии. Это так. Кроме некоторых лиц. Просто в отношении Филата, сколько бы мы не понимали, что, да, такие основания полагать, что больше, чем то, что находится на стороне презумпции. Тем не менее, тот факт, что его арестовал Гурин и Китрару, делает его, понимаете, делает все это дело несерьезно. Вот вы до этого сказали, как здесь собираются, да, вот я сказал, разборки. Вот в разборках победила бригада имени Гурина. Бригада имени... Нет, в разборках победил Плохотнюк. На подхвате, ну я... В разборках победил Плохотнюк, потому что... А разборки еще не закончились. Вы же видели его выступление в тот день, когда уже шла речи снятия иммунитета. У человека был глубочайший шок. Я сейчас говорю это без сарказма, я не злорадствую. А мы не можем злорадствовать. Смысл? У него был глубочайший шок, потому что он пришел утром снимать Гурина. То есть то, что мы с вами говорим про уличные разборки, это так оно и есть. Он пришел снимать Гурина. И тут Гурин, пообещавшись вчера, ну так скажем, словами Лупу, это Мариан Лупу его заверил господина Филата, что, так сказать, утром он придет, будет брифинг, и он подает в отставку. А мы голосуем, ты должен быть, должен быть в ворум, дадим людям вот эту вожделенную кость. И он пришел людям дать кость. Гурина снять. Ну практически вот сделать хотя бы один геройский шаг за последние годы, за которые его репутация, конечно, очень-очень сильно пострадала. И представляете, что происходит? Тот, кого он должен был снять, снимает его. Более того, приходит со своими прокурорами, значит, один там парень из присутствующих, он и есть тот, который сливал дело Викола. Я вам уже... Ну понятно. Да? Вы поняли. Тогда он был простым сотрудником, а сейчас он вот возрос до таких высот, что сопровождает Гурина непосредственно в свете. Так вот, мы возвращаемся все-таки к законности. Понимаете, мы не можем, вот сейчас мы просто беседуем, быть на чьей-то стороне. Я говорю, мы должны быть на стороне той справедливости, которую мы хотим добиться. И радоваться тому, что арестовали господина Филатова. Я не радуюсь. Я не радуюсь, что сейчас происходит. Я не радуюсь. Если вы уже проводили оперативно-розыскные мероприятия, пришли к тому мнению, что должны совершить задержание, то лица, которые выявляются, должны быть задержаны одновременно все. Если есть такие документы. Но проходят три дня, начинают мне сказки рассказывать за коровиту. Начинают рассказывать мне сказки там за био, что-то там у стрельца. Там так далее, так далее. Погодите, основания есть? Есть основания. Требуйте. Задерживайте всю верхушку сразу. Начните с себя. А? О, было бы красиво. Сам себе наручники надел. Это уже фантастика. А зато как красиво. Так вот, насчет справедливости и законности. Она существует в наших душах где-то. Веры в том, что она существует за пределами нашей души, нет. Поэтому, когда я вижу, что палатки были расположены на площади, и палатки были около парламента, вспоминаю сразу палаточный городок, который был просто силовыми методами, руками частной. Аргус, это был Аргус, да. Частная компания демонтирована. Затем, те же палатки, которые были установлены у Генеральной прокуратуры, где цепями хотели себя приковать, прометеи. А ребят таких я еще не видел в жизни, я имею ввиду, целеустремленных. Они еще максималисты, они еще не вышли с того возраста. Разве это плохо? Плохо, потому что максимально, когда очень мало поддержки и желания масс, это заведомая Голгофа. Там, да, я опять же с вами согласна, и тем не менее, там речь не шла об отсутствии поддержки, речь шла об банальном предательстве, я об этом, если мы успеем, расскажу. Я сейчас могу, у нас осталось 5 минут. За 5 минут я вам скажу немножко другое. То есть сегодня дело Григория Петренко принесло огромнейший ущерб в Республике Молдова, я вам серьезно это говорю. Значит, кроме того, что уже имеется декларация ПАСЭ, которую подписали 32 европейских депутата, и поверьте, это были не только депутаты левых фракций, а депутаты всех фракций Европарламента и Союза Европы. Кроме того, что их признали под статусом политзаключенных, теперь эти вопросы стоят в Европарламенте и в Брюсселе. Или у нас есть абсолютные, я завтра на пресс-конференции этот документ представлю. Уже все миссии ОБСЕ, все миссии делегации Совета Европы в Республике Молдова, иные, так скажем, дипломатические и обозревательные миссии в Республике Молдова этим занялись. Более того, американское, немецкое и шведское посольства, которые являются основными донорами для этой страны, обеспокоены и все именно статусом политического заключенного. И еще я вам хочу сказать, что эти 32 депутата, которые подписали декларацию ПАСЭ, они подписывали ее непосредственно из моих рук. Мы ходили с этой папкой, я была там, в Страсбурге, в здании Совета Европы, и собирала эти подписи. Так хочу вам сказать, что больше половины из этих 32 человек подписали, выслушав мой короткий рассказ о событиях в Молдове, и они все прекрасно информированы, когда я сказала слово «плохотнюк». Я даже не дошла до слова «петренко». И люди взяли и подписали. А Петренко, тем не менее, почетный член ПАСЭ, он лидер оппозиционной партии, и сегодня нарушаются права не только его как человека. Вы знаете, оппозиционная партия, которая выступает за восточный вектор развития, где поддержка России? Это сейчас абсолютно не важно. Важно то, что это оппозиционная партия. А он выступает против европейской интеграции. А ничего он не выступает против европейской интеграции. Он же сидел здесь в студии, он уже 2 минуты. Хорошо, он с вами говорил, но поверьте мне, человек, выступающий, допустим, за определенные видения, которые не совпадают, условно говоря, с видением большинства, тем не менее, чтит европейский закон гораздо больше. Поверьте мне, я знакома с Григорием. Я Григория против ничего, Григория, не имею. И что самое интересное, давайте перескочим через это. Где Россия? Почему она не заявила протеста? А вот я вам хочу сказать, что Европа рядом. Та самая Европа, которая... Григорий-то ездил в Донецк, в Крым ездил. Григорий революционер, и у Григория такое же чувство справедливости. Так обратись к революционной стране, как Россия. Почему я не вижу? Я прочел полностью ваш коммунике. Те же насчет подписания, подтверждаю. Эти все документы есть в печати. Нет, более того, они пришли уже по географическим каналам. Почему Россия не выступила в защиту? Почему Россия не выступила в защиту? А это надо спросить. Но они же революционеры, которые ориентируются на евразийский вектор. Вы понимаете, в чем дело? И меня смутило, что выступая против Европы, Европа поступила по отношению к Григорию справедливо. Потому что у них есть понятие недопустимости. Человека не могут закрыть тюрьму за протест. Вы знаете, что с того дня, с 6 сентября, с того дня, как эти маленькие палатки попытались быть установленными на этих лестницах. И люди протестовали. Кстати говоря, я находилась там же. Я была рядом с ними на том протесте. Я смотрел. С того дня в Молдове произошло как минимум 4 события, в котором произошли схожие инциденты. Самый последний из них, это когда подрались люди за Филата и против Филата в воскресенье возле Баюканского суда. В этой потасовке полицейские стали для того, чтобы защитить людей, получили тумаков. Так я вам хочу сказать, сегодня дело Григория отправили на суд. У нас даже тумаков нет. У нас синяки и царапины. Я читал. Я читал. Но, смотрите, я сейчас не хочу обсуждать вот сейчас этот спорный момент. Почему? Потому что пошло в суд. Хорошо, давайте оставим. И завтра вам, завтра вам, вам, вам же, кто-то заявит с той стороны. Ну, вы же знаете, погодите, от них все можно ожидать. Люди скажут, что это было давление на суд. Давайте мы это опустим. Давайте мы это опустим. Не давать шансов, давайте не будем давать шансов. Не будем давить на суд. Суд просто круто посмеется, когда почитает дело, в котором из 20 свидетелей, 10 полицейских, переписали один и тот же протокол с теми же ошибками. Вы знаете, почему-то вы меня не удивляете. Нет, ну, понимаете. Ну, почему вы меня не можете удивить. Я ожидала, что будет шпаргалка, но чтобы все ошибки переписали. Ну, это вообще. Он по надежде. А это свидетель обвинения. Поэтому, конечно, это дело рассыпется к чертовой матери. Анна. Но принесет неизбежный урон нашей стране. Я хочу посмотреть, что скажут выходные люди. А на уж какой урон нам нанесено. Да уберут нам эти визы и все, будут санкции. По Петренко в стране будут санкции. Я не могу понять, почему они не понимают. Из-за амбиции вот этого одного маленького человечка, который просто оскорбился, что на Болгарской 41 тогда люди протестовали против него, как воплощение. А может быть соседи оскорбились? А там соседи нет, он купил весь дом. Соседи есть, рядом в доме, тоже ходили возмущенные. Я видел, там какая-то компания, я не помню какая. Там была бабушка, которая там не проживает. Там возмущается, там и далее. Давайте не будем об этом. Давайте не будем об этом. Мы уже сейчас живем в революционное время, при котором мы уже определились, кто есть кто. Но мы не определились, кому верить. Вы согласны здесь со мной? Вот я хочу в конце программы спросить вас просто вот как человека. Адвоката, правозащитника и миротворца, как вы себя назвали. Есть кому-то вера на сегодняшний день. Честно мне скажите, как вы считаете? Если речь идет лично обо мне, я счастливый человек в этом плане. Рядом со мной соратники. Я не буду сейчас называть их имена, хотя тех, которые каждый день рядом со мной, общество знает. В частности, один из них мой товарищ и боевой друг. Я уже рада, что я могу одному человеку верить. И я поэтому бесстрашна. Верить ли каким-то политическим лошаднгам? Лидерам политическим, да. На сегодняшний день, которые делают громкие заявления. Вы знаете, я не стала бы делать громких заявлений. И сказала бы, что ребята в стране очень плохо. Давайте потихонечку выбираться. Поэтому, если бы я сейчас была кандидатом в какую-то политическую партию, я бы призывала верить мне. И я бы взяла за это ответственность. Заканчивая программу, я скажу так. Женщина – истинный адвокат. На прямой вопрос ответила истина, как соответствует и женщине, и адвокату. Вот так выберем мы для себя, кому верить, за кем пойти и как изменить эту систему. В гостях у нас была Анна Урсаки, адвокат, который знает, что делает. Спасибо, Анна. Большое вам спасибо. И вам огромное. Я так с вами не поспорила. Но получила огромное удовольствие. А мы получили обоюдное удовольствие. Спасибо, дорогие друзья. Всего доброго. До свидания. Внимание, смотрите нашу программу. Всегда будет интересно. Субтитры сделал DimaTorzok